Ребят, всем привет! С вами снова Алексей и наша программа Героя на карте города. А сейчас мы находимся на улице маршала Леонида Александровича Говорова. Леонид Александрович Говоров родился 10 февраля 1897 года, или 22 февраля, если считать по новому стилю. В крестьянской семье в деревне Бутырки Яранского уезда Вятской губернии. Сейчас это территория Советского района Кировской области. Леонид был старшим из четырех сыновей. После окончания сельской школы поступил в Елабужское реальное училище. В 1916 году, блестяще окончив свое обучение, поступает на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. Однако в декабре 1916 года Говоров был мобилизован в армию и направлен на обучение в Константиновское артиллерийское училище. В 1919 году Говоров вступает в дивизию Блюхера, сформировав артиллерийский дивизион. Участвуя в гражданской войне, Говоров участвует в Перекопско-Ченгарской операции против войск барона Врангеля. Был дважды ранен и награжден орденом Красного Знамени. В 1933 году Говоров заочно окончил военную академию имени Фрунзе и самостоятельно изучил немецкий язык. В 1936 году стал слушателем Академии Генштаба, но за полгода до ее окончания из-за нехватки специалистов в связи с репрессиями Говоров был назначен преподавателем в военную академию имени Дзержинского. В 1940 году, во время Советско-финляндской войны, Говоров, будучи начальником штаба артиллерии, успешно разработал организацию прорыва сильно укрепленного района противника и был досрочно произведен в Камдивы. С июля 1941 года Говоров командовал артиллерией западного направления, затем резервного фронта, заменив раненого командира армии Лилюшенко. Говоров сыграл важную роль в срыве октябрьского наступления фашистских войск на Москву. Георгий Константинович Жуков писал, В нашей обороне под Москвой основная тяжесть борьбы с многочисленными танками противника ложилась прежде всего на артиллерию. И, следовательно, специальные знания и опыт Говорова приобретали особую ценность. В 1942 году Говоров командовал войсками Ленинградского фронта. В этой войне Говоров первым в масштабе фронта применил систему сплошных траншей, связав оборонительные укрепления в единое целое. Перестроив систему применения минометов, Говоров переключил огонь противника с города на себя, сохранив тем самым не только многие тысячи жизней горожан, но и уникальные архитектурные памятники. Умелое руководство Говорова позволило не только укрепить оборону Ленинграда, но и впервые в ходе Великой Отечественной войны осуществить прорыв сильно укрепленной обороны противника. За прорыв обороны врага на Карельском перешейке летом 1944 года Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. Руководимые Говоровым войска Ленинградского фронта осуществили разгром фашистов в Эстонии и успешно провели Маадзунскую операцию. Итак, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ждите наших следующих выпусков. Пока!